Доброе утро! О событиях минувшего дня вам расскажут корреспонденты Телевизионной службы новостей и я, Андрей Григорьев. Смотрите в нашем выпуске. Батареи скоро нагреются. В Перми вскоре начнется отопительный сезон. Дом признан аварийным. Всем покинуть помещение. Уведомления с таким содержанием получили жители пятиэтажки в Мотовилихе. Новые тарифы для автомобилистов. Желающие оставить транспортное средство в зоне платной парковки получат на выбор 5 видов абонементов. Батареи скоро нагреются. Глава Перми Алексей Демкин подписал постановление о начале отопительного сезона. Уже в пятницу в соцобъекты краевой столицы начнет поступать теплоноситель. Затем станет повышаться температура и в жилых домах. Традиционно не ждем нормативную пятидневку с температурой ниже отметки плюс 8 градусов. И с 9 сентября начинаем запуск тепла в детские сады, школы и больницы. С 19 сентября в дома. Учитывая рельефность нашего города, обычно процесс запуска тепла занимает 2-3 недели. Небезопасные услуги. Следственный комитет возбудил ряд уголовных дел после происшествия на Акаме. Напомним, 30 июля столкнулись два судна. Теплоход на борту которого было 25 человек и баржа с лесом. Перевозку людей по версии правоохранителя организовал мужчина 71-го года рождения. Судно следовало по маршруту поселок Чкалово, поселок Орел, поселок Огурдино. Нелегальный перевозчик осознавал, что техническая безопасность судна и пассажиров не обеспечена. Жизнь и здоровье людей подвергаются реальной угрозе. Судно не предъявлено к освидетельствованию, а его класс не подтвержден для эксплуатации в назначенном районе плавания. Также судно допущено к плаванию с экипажем, который по численности и классификации не мог обеспечить безопасную перевозку пассажиров и багажа. Кроме этого, как считает следствие, в момент плавания судно не было укомплектовано спасательными жилетами, исходя из обеспечения 100% людей на борту. Сейчас продолжается допрос свидетелей, впереди ряд экспертиз. Дом признан аварийным, всем покинуть помещение. Уведомления с таким содержанием получили жители одного из зданий в Мотовилихе. Но, по словам людей, строение вполне пригодно для проживания. Результаты экспертизы многих удивляют. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Собственникам многоквартирного дома 12, улица техническая. Необходимо освободить, занимая помещение, жилое помещение, и снести аварийный дом самим, получать, в течение шести месяцев. Освободить квартиры и снести за полгода. Собственники должны вот эту пятиэтажку. Дому вскоре исполнится 60 лет. Правда, на свой возраст здание даже не выглядит. Вполне приличного вида. Фасад явно не так давно покрашенный. Внутри, конечно, не идеальный порядок, но никаких признаков аварийности в глаза тоже не бросается. Люди говорят, для жизни здание вполне пригодно. Дом в хорошем состоянии, удовлетворительный, точно не аварийный. Жить можно однозначно. Но чиновники считают иначе. В апреле текущего года якобы из-за жалоб жителей на состояние дома о управлении жилищных отношений было вынуждено заказать экспертизу. Та показала, что пятиэтажка буквально дышит на ладан. Прочитав заключение, люди опешили. Говорят, за домом тщательно следят. И они, и коммунальная организация. При необходимости здание ремонтируют за счет средств, которые собственники копят на капремонт и хранят на специальном счете. Два года назад поменяли крышу. В этом году отремонтировали фасад и поставили новый бойлер. В экспертизе написано, что до сих пор у нас кровля в шифер, хотя у нас металл, я так понимаю, что никто туда не залазил, не смотрел. Затем в экспертизе написано, что у нас покошены окна, двери, полдеревянный, типа он пошарканный, краска с него слезла. Ну, как бы это тоже смешно было даже написано, что такой момент. По фундаменту пишут, что фундамент 80% износа, хотя ни одного шуфа не было сделано. Как они его обследовали, не знаю. Ну, представьте, если износит 80%, я понимаю, что до полдома не должно стоять уже. В августе собственники побывали на заседании межведомственной комиссии при администрации района. Там попытались опротестовать заключение экспертизы, но доводы людей не убедили большинство членов комиссии. Чиновники вынесли вердикт – дом аварийный. В начале сентября людям начали поступать уведомления о необходимости съехать и снести дом. Очень удивлены, что очень так быстро все принято решение администрации, потому что люди на самом деле добиваются данного решения несколько лет. Пироги обивают, а у нас за два месяца, можно сказать. Узнав о ситуации с пятиэтажкой на технической 12, начали беспокоиться и жители соседних домов. Люди считают, что участок с большим двором, садиком и школой приглянулся кому-то из застройщиков. И боятся, что вскоре аварийными станут все дома в округе. Боюсь, что подобное произойдет и с нашим двором, и с нашим домом, потому что таких больших дворов в принципе в городе не осталось. И я думаю, это заманчивая такая площадка для строительства какого-то нового дома. Мы обратились за комментариями по ситуации в мэрию. Там сообщили, что раз комиссия признала дом аварийным, жителям остается лишь исполнить предписание, иначе участок станет муниципальным. В соответствии с ЖК РФ, признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу является основанием для предъявления требования к собственникам о его сносе или реконструкции в разумный срок. То есть в связи с признанием дома аварийным, собственникам предложено собственными силами организовать снос дома. Если в течение указанного срока они ничего не предпринимают, земельный участок переходит в муниципальную собственность, а дом впоследствии включают в список на расселение, которое запланировано до 2030 года. Где у нас трещины, где у нас все хорошо, стены нигде, ни штукатурка, ничего не отваливается. Юристы говорят, подобная практика в Перми не нова, и единственный способ отстоять дом – идти в суд. В ходе разбирательств необходимо будет вновь провести экспертизу. Уже на основании ее данных будет приниматься решение о признании здания аварийным. Татьяна Овсянникова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Новые тарифы для автомобилистов. Желающие оставить транспортное средство в зоне платной парковки получат выбор. Администрация Перми решила увеличить число видов абонементов. Соответствующее постановление предполагает, что их будет 5 на 10, 20, 40, 60 и 120 рабочих дней. Ранее автовладельцы могли пользоваться только двумя видами на 10 и 20 дней, сообщает издание «Новый компаньон». Стоимость абонемента будет рассчитываться в соответствии с методикой. Она утверждена решением Пермской городской думы от 26 апреля 2022 года. При этом будет учитываться количество оплачиваемых часов при размещении на парковке, тарифная зона, понижающий коэффициент. Мэрия ранее заявила также, что в городе появятся дополнительные муниципальные плоскостные парковки. Сейчас идет подготовка и согласование проектной документации для обустройства четырех таких площадок. Не забывайте про ремень. Жители Приками лишились 40 миллионов рублей за то, что ехали в машине, не пристегнувшись. При этом все нарушения зафиксировали камеры видеофиксации. Впрочем, участие человека в процессе все же есть, сообщает портал проперед.ру. Система видеонаблюдения функционирует при помощи нейросетей, позволяющих распознавать наличие ремня по снимкам с дорожных камер. Но окончательное решение все равно принимают сотрудники госавтоинспекции, которые просматривают снимки, обработанные нейросетью в ручном режиме. Система распознавания такого нарушения, как непристегнутый ремень, работает в Приками чуть более года. В прошлом году она зафиксировала 11 с лишним тысяч штрафов, а за 7 месяцев этого года уже 29 тысяч. Общее количество нарушений более 40 тысяч. Размер штрафа – 1 тысяча рублей. Потерев спецоперации на украинской территории, погиб еще один уроженец Пермского края. Это житель Черненского городского округа, рядовой воздушно-десантных войск Дмитрий Шмаков. О его смерти сообщила администрация муниципалитетов в социальной сети ВКонтакте. Соболезнования родным и близким выразила глава городского округа Анна Батагова. Оставляя след, пермские художники завершили работу над проектом с таким названием. В центре краевой столицы они создали рисунок, в основе которого отпечатки пальцев известных пермяков. Подробнее об арт-объекте расскажет Мария Лепихина. Мы решили использовать отпечатки пальцев и переплести их, создать такой узор. То есть, с одной стороны, это может напоминать круги на воде, с другой стороны, это абстракция, кружево. В общем, это то, что, переплетаясь, создает нашу вот эту пермскую действительность. То есть, это реальные следы, реальных пермяков, которые создает наш реальный современный мир, наш настоящий. Раньше на этом месте можно было увидеть портрет Сергея Есенина. Он располагался на недостроенном здании. После смерти автора Александра Жунёва и сноса долгостроя место изменилось. Но пермяки хотели сохранить эту историю. Так и появилась идея создать здесь арт-объект, который будет отражать пермскую действительность с помощью отпечатков пальцев тех людей, которую эту действительность и создают. Неравнодушные пермяки, по словам создателей, рады появлению рисунка. Прохожие во время рисования очень интересовались, что это за инопланетяне, что это за муравьи, они спрашивали. И когда ребята наши говорили о том, что это человека-лося из пермского звериного стиля, некоторые говорили «а», а некоторые выражали недоумение на лице. И мы поняли, что вообще не все об этом знают. Ну, конечно, определенная прослойка, да. И в этом смысле проект немножко образовательный. На заборе изображены отпечатки пальцев пермяков из разных сфер. Переводчика Александра Грузберга, врача-эпидемиолога Ирины Фельдблюм, директора Краеведческого музея Татьяны Востриковой, директора благотворительного фонда Дедморозим Дмитрия Жебелева и многих других. При помощи мобильных устройств прямо на месте можно узнать и о тех учреждениях, где эти люди трудятся, а также получить другую информацию. На рисунке расположены QR-коды, которые ведут назначенные для Перми интернет-порталы. К примеру, этот переводит нас на группу прогулки по Перми ВКонтакте. В течение лета над созданием арт-объекта работали трое художников студии «Графенролл». Авторы своими руками практически сдокументировали историю развития Перми в самом центре города. Мария Лепихина, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Создание премьерных постановок, участие в съемках художественного фильма – новые проекты, ориентированные на молодежь. Все это ближайшие планы театра Евгения Панфилова. Его коллектив открыл новый 36-й сезон. О том, каким он будет, узнала наша съемочная группа. Площадка частной филармонии «Триумф». Именно здесь артисты театра Евгения Панфилова готовятся показать премьерную постановку «Прометей». За несколько часов до начала спектакля – подготовка аппаратуры, разминка, репетиция. Балет «Прометей» был создан под занавес предыдущего сезона и показан пока всего один раз. Как поясняет автор постановки, хореограф Сергей Райник, его «Прометей» – это не пересказ известного древнегреческого мифа, а переосмысление. Главный герой несет людям свет любви и надежды, но при этом проходит множество тяжелых испытаний. При выборе литературной основы для своих постановок панфиловцы обычно не ищут легких путей. Они перевели на пластический язык размышления Гёте, Толстого и Достоевского. Вскоре возьмутся за прозу Эрнста Теодора Гоффмана, а также за философский роман Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра». В центре этой истории идея о сверхчеловеке, а также о цикличном движении времени и повторении человеческой истории. Спектакль будет в трех частях. Мы обдумываем концепты первой, второй, третьей части, кто будет танцевать, какая эстетика каждой части. Наши истории с отношениями с европейской культурой, с аутентичной культурой, которые здесь, эти связи. Это очень важно сейчас проработать, протанцевать, продвигаться. Потому что очень много очищается и очень много, не то чтобы новой информации, а информации, которая была просто в какой-то пыли. Ее нужно открыть. Как говорит Сергей Райник, коллектив в постоянном творческом процессе. Артисты принимают участие в съемках художественного фильма. Несколько эпизодов картины «Она танцует» недавно снимали в Перми. Это история о том, как в конце 80-х в нашей стране начал развиваться современный танец. И пермский балет Евгения Панфилова был как раз в авангарде этого процесса. У пермских артистов сейчас множество идей и планов. И большинство из них связано с площадкой в ДК молодежи, где продолжается масштабная реконструкция. Там в итоге появится отдельное пространство для театра Панфилова. То есть получается, что балет Евгения Панфилова остается там же. И плюс получает прекрасное четырехэтажное здание со всей инфраструктурой, необходимой для театра. И камерной сценой вдобавок. Она, естественно, трансформер и репетиционный зал и сцена. Продолжается и восстановление балетов Евгения Панфилова. Наследие основателя театра не теряет своей актуальности. Юлия Зыкова, Михаила Ситров, Телевизионная служба новостей. Вкусные состязания. В Перми пройдет третья Всероссийская олимпиада по кулинарному искусству и сервису. В ней примут участие шеф-повара, официанты, баристы из 40 регионов страны. О том, что могут увидеть и попробовать на вкус зрители, узнала наша съемочная группа. В этом году кулинарная олимпиада «Легенда» пройдет в Перми уже в третий раз. Побороться за звание лучшего из лучших приедут порядка 250 участников со всей России. Кроме соревновательной части, на мероприятии будут лекции от российских и зарубежных экспертов, а также мастер-классы от ведущих поваров страны. Соревнования пройдут в нескольких категориях. Шеф-повар, юниор, кондитер, пекарь, официант. В этом году за звание лучшего впервые будут бороться и сыроделы. По словам организаторов, кулинарная олимпиада – это не только про соревнования, но еще и про возможность получить обратную связь от экспертов и профессионалов кулинарного искусства и сервиса. Люди приезжают с разных городов, они уносят знания, уезжают в регион. Это не пафосные слова, реально. И уровень гастрономии чуть-чуть растет. Это не быстрый процесс, но он идет. Поэтому это такая наша миссия в этом во всем. Мы немножко улучшаем качество. Стать зрителем Олимпиады может каждый желающий. Для гостей проведут показательные выступления барменов и пицца-йолов. Также можно будет познакомиться с продукцией местных производителей. Мы впервые делаем в рамках мероприятия ярмарку наших местных товаропроизводителей, которые тоже будут устраивать дегустации, рассказывать, показывать про свою продукцию. Мы постарались собрать таких самых колоритных, самых вкусных, скажем так. И у нас будет задействована уличная площадка, где будет зона барбекю, чемпионат барбекю, где будут стоять футраки, также можно попробовать. Ну и еще развлекательные мероприятия тоже запланированы. Мероприятие пройдет на площадке Пермэкспо с 9 по 11 сентября. Вход свободный. Мария Лепихина, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Наш эфир продолжается. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова